Ангел 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 Вань, как тебе наш первый день совместной жизни? По-моему, идеально. Слушай, знаешь, я подумала. Давай кота заведем? А у меня на кошек аллергия. Да ладно. Ну да. А почему ты мне ничего не сказал, когда делал предложение? Ты пропустила мое предложение. Точно? У меня с собой был целый список недостатков. Слушай, так тебе повезло, что я опоздала. Тебе звонит какой-то Дима Футбол. Кто такой Дима Футбол? Да. Нет, просто кто такой Дима Футбол? У него есть невеста. Ответ неверный. У меня есть жених. Правильный ответ. Да. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, привет. Привет. Звоню тебе спасибо сказать. Мы встретились с Майей. Да ты что? Ну как, у вас все хорошо? Мы расстались. А-а-а. Сочувствую. Слушай, я так понял, у тебя в Истре в больнице кто-то лежит. Может, что-то передать нужно? Я как раз в Москве. Да, давай встретимся. Только перезвони мне через полчаса, хорошо? Пока. Мне уже ревновать? Мать в больнице. Хочу ей денег передать. Ты все-таки и поверила. Она умирает. Зачем человеку врать, когда он при смерти? Не хочешь, поехали со мной. Я тебе доверяю. Правильно. Даш! Как она сказала? Волшебные вещи? Ну да, у них свое дело. Ты не знал? Какое там дело? Сидят две подруги в съемной квартире. Одна рисует, другая ему истерит. Нет, они, конечно, молодцы. Но, по-моему, ты у них первый клиент. Да ну и здорово. Я придумаю, как их раскрутить. Я тебе буду только благодарен, если ты за ней присмотришь. Ты говорил держаться от нее подальше. Ну да, она может глупости натворить. Причинить неудобства людям, которые с ней рядом. Ну то, что она оторвала, я уже поняла. А чтобы ее терпеть, нужно ее любить. Ты ее любишь? Трудно сказать. Мы с ней из одного детского дома. Я еще тогда решил, что буду ее защищать. Ты Дедоновский? Да. Ну я там недолго был. У меня до десяти лет была семья. Все погибли мы в автокатастрофе. А где-то через год тренер добился, чтобы меня перевели в спортивный интернат. Какой ужас. Я представляю, как моя по тебе скучала. А я как по ней скучал. Девушка, когда к нам перевели, она совсем маленькая была. Мне мою младшую сестру напомнило. Я как-то сразу стал о ней заботиться. Письма я писал из интерната, навещал. Ей с тобой очень повезло. Это да. А вот мне с ней совсем не вариант было расслабиться. Представляешь, один раз сбежала ко мне. Ее как раз удочерить хотели. Получается, что семью на меня променяла. Я так на нее наорал тогда. Она говорит, что я ее семья. Привет. Здравствуйте. Иван Владиславович. Да. Тут одна девушка в офис рвется. Говорит к вам. Вы ее знаете? Спасибо, я разберусь. Что здесь делаешь? Тебя жду. Я тебе русским языком все объяснил. Ты мне ничего не объяснил. В том-то все и дело. Ты мне просто сказал, мы должны расстаться. Я не понимаю, почему. Драгоценная моя, я тебе с самого начала дал понять, что между нами не может быть серьезных отношений. Ты была не против. Обстоятельства изменились. Иван Владиславович, добрый день. Добрый день. Я вам все отправил, посмотрите. Обязательно. Срочно уходи отсюда. Мы должны поговорить. Хорошо, поговорим, только не здесь. Вечером я за тобой заеду, поняла? Вань, ты на бизнес-ланч? Привет. Нет, спасибо, я из дома, я поел. Понятно. Все, давай до вечера. Вань, ты меня не обманываешь. Ты меня не подставляешь. Чем? Своим появлением. Ну, хорошо, хорошо. Только обязательно, это очень важно. Все, иди. Иди. Бычок подними. Чего? Глухой, что ли? Подними бычок. Рот закрой, от работы не отвлекайся. Я сказала, поднял свой вонючий бычок. Тебе за это бабки платье, ты и поднимай. Чего ты сказал, козел? Слышь, ты полотерка, нагнись как было и не вякай. Воду почаще меняю. Как скажешь. Уважайте трутоуборщица. Ух ты! Вот. Угощайся. Спасибо. Ты, наверное, такого не ел никогда. Ты знаешь, у нас с тобой общего намного больше, чем ты думаешь. Например? Например. Во-первых, я очень люблю сосиски в тесте. А во-вторых, я тоже из детдома. Тебя удочерили? Угу. Человек, которому я передаю деньги, моя настоящая мать. И что, ты ее раньше не знала? Неа. Она меня нашла. Сказала, что хочет сообщить мне, что это очень важно. Но умирает. Я не стала ее слушать, ушла. А вот теперь об этом жалею. Ну, мне кажется, ты зря на нее обижаешься. Твоя жизнь сложилась отлично. Мне неизвестно, что бы ты достигла с родными родителями. Я все время живу с ощущением, что я занимаю чье-то место. А кто-то занял мое. И я перед этим человеком чувствую себя виноватой. По-моему, это глупость. Жизнь всегда расставляет все по своим местам. Поэтому не думай. О чем мне думать? Ну, о будущей свадьбе. Тебе уже сделали официальное предложение. Угу. Так что можешь меня поздравить. Поздравляю. Спасибо. Ну, ты счастлива. А знаешь, чего мне хватает для полного счастья? Чего? Еще одной сосиски в тесте. Понял. Угу. Семен! Я соскучилась. Ладно, ладно. Давай, до дома. Сем, я одежду принесла. Откроешь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, отмылся? Теперь ты чистый? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Есть хочу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Есть при мне. Будешь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В общем, это теперь моя новая фишка. Моральных уродов водой обливать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тебя за это не двинул? Не успел. Когда в себя пришел, хотел на меня с кулаками накинуться. А я как заору, помогите, насилуют! И давай в первую попавшуюся дверь барабанить. Ой-мой, качует мое сердце. Попрут тебе из уборщицы. Можно подумать, прямо место такое шикарное. Сама оттуда первая уволишь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А, кстати! Смотри, что я сегодня в подъезде нашла, пока полы мыла. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продам волосы дорого. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да нет, вот. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ночной клуб требуется девушке с хореографическими навыками. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты с ума сошла? Теб ты на зарплату посмотри. Ну, быстро ты, конечно, из дизайнера украшений в проститутке. Не в проститутке, а в стриптизершем. Извините. Да все у нас с украшениями хорошо будет. Только это не сразу. А мне надо часы из ломбарда срочно выкупить. Там процент каждый день капает. Ладно, давай. Че давай? Танцуй, стриптиз, а я посмотрю, как ты это делаешь. Ну, вдруг ты меня опозоришь? Тьф! Ладно, смотри. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ой, господи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Остыли уже, да? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нормально. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот. Что-то холодненькое. Убери. Ну, а что? А что, я больше этого не видел? Так я думала, мы отметим. Ты что, не поняла? Я тебе сказал, убери. Даже по пятьдесят? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сметану дай. Пожалуйста. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Куда поедем? Никуда. Ты же хотела поговорить? Давай поговорим в машине. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А как все начиналось? Лен, не надо, а? Ты все прекрасно знала. Ты же не дура. Но не настолько же. Но я думала, что я смогу тебя удержать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Послушай, я от тебя ничего не скрывал. И тебя это устраивало. Это жестоко. Послушай, Лен, я тебе ничего плохого не сделал. Вань. Вань, я люблю тебя. Последний патрон и мимо. Не последний. Нет. Есть еще. Что это? Это медицинская справка. Там дата, мое имя и фамилия. Нет, знаешь, две полоски можно и нарисовать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты же сказала, что ты предохраняешься. Видимо, это судьба. Лен, что за... Тебе же самой не нужен этот ребенок. А почему ты решаешь за меня? А почему ты думаешь, что ты можешь решать за меня? Как у вас, юристов, все логично. Что заканчивало? Кембридж? Оксфорд. Понравилось? Очень. Что ж, если родится мальчик, отправим его в Оксфорд. А если родится девочка? Хорошо, от ребенка я не отказываюсь. Я буду тебе помогать. У тебя деньги на первое время. Но знай, что вместе мы не будем. Я тебя не люблю. Откупаешься? Называй это, как хочешь. Это деньги на ребенка, чтобы ты хорошо питалась. Но я хочу, чтобы мы были вместе. Слушай, у меня уже есть невеста, и в ближайшее время мы поженимся. Она беременна? Не твое дело. На этой неделе на программу можно записаться? Ну, можно. Только ее будет вести другая ведущая. Откуда знаешь? Я на программе познакомилась с одной женщиной. Она знает костюмершу. Так вот, она сказала мне по секрету, чтобы те, кто хотят увидеть Дашу вживую, на этой неделе не приходили. Потому что она на больничном. Она реально заболела? Ой, там такая история. Она прямо на программе. Я тебя спросил, она реально заболела? Ну да. Ногу подвернула. Нет, не болезнь. Вот, кстати, ее мать. Хорошо выглядит, да? Совсем не изменилась. Стерва. Дашенька, сейчас мы с тобой поедем домой вот на этой машине. Нравится? На Бордовой? На Бордовой. Ты моя сладкая. Не нужны нам с тобой никакие противные мальчишки, да? Спасибо. Все, можем ехать. Вот, тут ее вещи. Ой, нет. Мы купим все, самое новенькое. Это моя собачка, Тоша. Не нужна тебе никакая собачка, Тоша. Ты с папой и с мамой поедешь в магазин игрушек и купишь все, что тебе понравится. Хорошо? Да. Тоша мальчик. Тем более. До свидания. Спасибо. Папа! Куда ты несешься, Сеня? Сеня, куда ты? Отпусти. Они меня заберут. Они обещают. Ой, ну ты что? Папа, дядя Володя, ее не понравился? Нет, ну что ты, ты... Сеня, ты очень хороший мальчик. А она что, лучше? Миша. Ну... Ну, возьми. Их адрес удалось узнать? Удалось. Ты прямо домой к нам хочешь поехать? Ну, я еще не решил. Все темнейше. Обещал, как выйдешь, все объяснить. А что тебя интересует? Ну, зачем ты меня просил ходить на мое личное мнение? Забирать информацию про их семью? Ну... Мне они кое-что должны. Деньги. Жизнь. Ты хочешь их убить? Нет. Это было бы слишком просто. Что я получу, кроме срока? Ты больше не сядешь? Я должен найти их слабое место. Это все глянец. Это все туфта. Это вранье. Должна быть в этой семейке какая-то гнильца. Я это раскопаю. Ты знаешь, что они удочерили Дашу? Представь себе. Я первый, кто об этом узнал. Ну, а то, что Анна Пантелеева до того, как стать Пантелеевой, и крутила роман с каким-то известным актером... Это все интересно только бабкам у подъезда. Ира. Тут где-то была статья. Там было их большое интервью. Там очень много фоток из семейного архива. Вот она. Ничего не замечаешь? Что я должен заметить? Ну, приглядись. Я ничего особенного не вижу. Ну, какая она не блузка? Синяя. Ты что, реально не замечаешь? Она беременна. Месяцев пять-шесть. Точно? Точно. По фотографии тебе никто не скажет. Но очень похоже. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, слава богу, Игорь Савельевич не звонил. Значит, состояние нормальное. Ой, папочка, я больше всего боюсь, что мама на нас обидится. Знаешь, Дашенька, бывают в жизни ситуации, когда приходится поступать жестко и не обращать внимание на обиды родного человека. Для его же блага. Просто я представить себе не могу, как она проснулась в чужой палате, не дома. Это ужасно. Ой, новое колечко. Да, Ваня сделал мне предложение. И ты его приняла? Ты на редкость проницательный человек, пап. Вообще, это удивительно, как он угадал с кольцом. Я же классику люблю. Он угадал. Я очень рад, что ты согласилась. Уж кто-кто, а ты просто обязана дочка быть счастливой. Нет, пап, ну что тебя на пафос потянуло? Старею. Старею, да. Вон, убирайся отсюда. И таблетки забери. Так и передай своему Игорю Савельевичу, что я дрянь эту пить не буду. Поняла меня? Здравствуйте. Здравствуйте. Мама, здравствуй. Хорошо. Добрый день, отец. Папа разговаривает с доктором. Скоро придет. Как ты себя чувствуешь? Ужасно. Как в тюрьме держат. Пичкают всякой гадостью. Унижают. Как это унижают? А лежать в наркологической клинике, по-твоему, не унижение? Мы тебя скоро заберем отсюда? Скоро. Плохое слово. Ничего не значит. А у меня для тебя хорошая новость. Я замуж выхожу. За кого? Что значит за кого? За Ваню, а за кого еще? Шучу. Шучу. Прости, пожалуйста. Поздравляю. Спасибо. Ты не против? Иван, партия. Хорошая для первого раза подойдет. Ну, ты что, опять пошутила? Нет, сейчас нет. Мам, я выхожу за Ваню раз и навсегда. Ну, да. Ну, вы же прожили с отцом вместе всю жизнь? А, значит, ты считаешь, что я свою жизнь уже прожила? Мам, ну, я не это хотела сказать. Ну, зачем ты цепляешься к словам, мам? Даша, ты как журналист и ведущая, ты обязана уметь формулировать свои мысли. А мне перед камерами формулировать мысли легче, чем перед тобой. Ответственности меньше. Владимир Иванович, наша главная задача снять зацикленность Анны Петровны на пропавшей дочери. Это сложно. Насколько я понимаю, тело девочки так и не нашли. Нет, нас несколько раз возили на опознание, но это были другие дети. Я думаю, что еще это расшатало ее психику. Мои рекомендации прозвучат банально, но они работают, можете мне поверить. Прежде всего, вашу жену нужно чем-то по-настоящему увлечь, чтобы она как можно реже возвращалась мыслями к младшей дочери. Она только о ней думает. Вся мастерская забита рисунками, фигурками еды, вся. Ну, хорошо бы сменить обстановку, вывезти ее куда-нибудь. Я не могу надолго оставить работу. Ну, хорошо, но вы можете пожить на даче. Насколько я помню, она у вас недалеко. Да. Ну, это замечательно. Свежий воздух, прогулки, вечерние чаепития. Пусть она займется садом, благоустройством, мебель передвинет, шторы новые повесит. Это все очень хорошо отвлекает. Да, наверное, вы правы. Если что, я скажу, что это ваша идея. Только без фанатизма. Конечно, конечно. Единственная статья, что у Пантелеевых пропала дочь в криминальной хронике 16-летней давности. Очень странно. А что тут странного-то? Детей по всей стране куча пропадает. Ну, что, про всех 50, что ли? Ну, она, это не все. Пантелеева ни в одном интервью не упоминает, что у нее была сестра. Хотя, после того, как она стала звездой, журналисты должны были раскопать это. Это же сенсация. Да, это правда. Они и то, чего нет, придумают, а тут такая бомба. Значит, Пантелеев платит огромные деньги журналистам, чтобы эта информация не просочилась в прессу. Спрашивается, почему? Почему? Пытается защитить свою дочь. Телеведущую? Да. Как же мне все это нравится, а? Посмотри, как получается. Пантелеевы не могут иметь детей. Берут из детдома. Тут неожиданно у них рождается своя кровная, родная дочь. Приемной тогда лет семь-восемь. Разумеется, она уходит на второй план. Во-первых, старшая. Во-вторых, не родная. Так что, она вполне могла возненавидеть свою сестру. Думаешь, она причастна к ее пропаже? Что? Сколько ей было шестнадцать лет назад? Лет одиннадцать-двенадцать? Обалдеть. Да, мы детдомовцы, мы такие. Мы свое место под солнцем выгрызать будем. А все думают, она такая хорошая. А ты мне дай к ней поближе подобраться. Я уверен, там такие клыки вылезут. Папа, мама скоро поправится? Долго ей здесь еще находиться? Не знаю. Сейчас многое будет зависеть от нее самой. Но как только станет лучше, сразу на дачу. Сразу. Я согласен с Игорем Савельевичем, это ее отвлечет. Нет, ну надо же шестнадцать лет себя изводить. Кошмар, пап, ты видел, что у нее творится в мастерской? Она вся заставлена с татуэтками, картинами с изображением Иды. Ты же можешь с ума сойти. Вот она и сходит и травит себя винищем. Боже мой, если бы я тогда не забыла эту проклятую сумку. Прекрати, Даша, прекрати, даже не думай. Выброси из головы. Живи настоящим днем. А ты живешь только настоящим днем, пап? Нужно, чтобы кто-то присмотрел за ней хотя бы первое время. Слушай, ну давай я вернусь от Вани к вам. Да не выдумывай. Только что приняла предложение и сразу сбежала. А, надо нанять сиделку. Нужна сиделка и желательно с навыками этого психолога. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как все? Я это вино покупал полгода назад во Франции. И берег для особенного случая. Для какого? Для какого? Первый домашний романтический ужин с будущим женой. Вот что ты выдумываешь, а? Серьёзно, пей давай. Не хочу. Не хочешь или не можешь? Не поняла вопрос. Даш, ты что, беременна? Ну, у меня пока нет таких сведений. Ну, всё возможно, мы же спим вместе. Тогда или нет? Нет. А что ты так занервничал? Прости, не знаю, что на меня нашло. Только ты не подумай, что я не хочу детей. А что я сейчас должна подумать? Так, что всё, я упал в твоих глазах? Просто мне всегда казалось, что семья создаётся именно для этого. Просто пока я к этому не готов. Слушай, Вань, а может ты жениться на мне пока не готов? Даш, а почему всё женщины считают, что если мужчина в данный момент не хочет детей, он какой-то неправильный? То есть женщина может хотеть ребёнка, может не хотеть ребёнка. Это нормально. Но если мужчина не хочет детей, всё, он подлец. Я не сказала, что ты подлец. Ещё скажешь. Ты подлец. Вот. Ты сам напросился? Мы что, ссоримся? Да. Может, сначала поедим? Давай. Скажем. По одному слову. И всё. Договорились. Вкусненько. Угу. Давай, ты первый. Угу. 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 Я готов на тебя жениться. Теперь ты. Угу. Я не хочу. Вино из-за мамы. Терпеть не могу алкоголь. Я хочу детей, но не сразу. И ещё. Объявляю эту квартиру под юрисдикцией сухого закона. Стоп, стоп, стоп. Мы договорились по одному. Я смошенничал. Хм. О, привет. Ну что, как твоё прослушивание, точнее просматривание? Таня стриптизёрша удался? А тебя только паранизировать. Меня выгнали. За что? Я для них слишком высокоморальная. Да? И как они этого успели узнать? Вырезала администратору. А потом водой окатила. Нет, не могла же я сама себе противоречить. Да. В смысле, я сказала, что он будет гореть в аду. Ну, действительно. А катить из ведра после этого было бы как-то неуместно. Слушай, а чтобы волосы продать, сколько они должны быть сантиметров? О, Господи. О, Господи. Пожалуйста. Спасибо. Дарья Владимировна, для нас большая честь, что вы обратились именно в наше агентство. И можете не сомневаться, это самые лучшие кандидатуры. Я не сомневаюсь в профессионализме ваших кандидатов. Но здесь всё будет зависеть от личных качеств. У мамы непростой характер. У всех больных непростой характер. У меня к вам большая просьба. К маме не должны относиться как к больной. Конечно. Конечно. Ну, мы можем начать. Да-да. С кого начнём? Романова Виктория Александровна. Хорошо. Романова Виктория. Пожалуйста. Вы идите, я раздумляю. Ладно? Скажи, зачем ты опять пришла? Я же всё тебе рассказал. Мы не можем быть вместе. Ну, я же люблю тебя. Во-первых, тебе это кажется. Во-вторых, я всё тебе сказал. Я тебя не люблю. Ну, скажи, что мне делать? Я всё тебе сказал. Ты просто меня не слышишь. Тебе что, совсем на меня наплевать? Ваня! Владимир Иванович. Что-то случилось? Неужели это ты довёл до слёз такую очаровательную девушку? Это стажёрка. Угу. Я не знал, что у тебя есть стажёрки. Уже нет. Пришлось её уволить. Вот она и расстроилась. Ну, может быть, дашь ей ещё один шанс? Я подумаю. Подумай. Иди сюда. Ну, может быть, вот это? Нет, слишком мягкая. Анна Петровна таких на завтрак ест. Ну, больше на сегодня нет. Я завтра составлю вам другой список. А мне кажется, вашей маме нужна не сиделка, а компаньон. Ну, чтобы они были на равных. Вы говорили, что ваша мама преподавала в художественном училище. Да. А если это будет её ученица? Не знаю. Подумайте. Это отличное решение вашей ситуации. Анна Петровна почувствует себя полезной. У неё будет стимул для выздоровления. Ну, только в этом случае вам понадобится человек с художественными задатками, а у нас таких, пожалуй, нет. У меня есть? До свидания. Ой, простите. Это вам. Мы же вам никого не подобрали. За идею. Майя, мы очень рассчитываем на ваше понимание. Дело деликатное. Если информация просочится в прессу, нашей семье будет непросто. Боюсь себя представить. Мы можем рассчитывать на вашу помощь? А вы не забудете, что обещали раскрутить наше украшение? Не забуду. Даже если вы откажетесь. Я бы очень хотела вам помочь. Но, сами понимаете, свободного времени у меня мало. Мне надо подумать. Вы сможете хорошо заработать. Аванс я вам заплачу прямо сейчас. О сумме мы договоримся. Вы мне извините, но я немного в курсе вашего непростого положения. То есть? Мне рассказал ваш друг Дима. Это я отдала ему ваш телефон. Откуда вы его знаете? Мы познакомились случайно. Он узнал, что я работаю на телевидении и попросил вас разыскать. Ясно. А я еще думала, откуда он знает, что мы знакомы? Да он меня на вас как на живца поймал. Вы извините, я должна была вас предупредить. Эх, ладно, значит можно больше не выпендриваться. Отлично. Когда вы дадите свой ответ? Да хоть сейчас. Что, я дура от такой халявы отказываться? А, то есть вы согласны? Угу. Но работу нужно начинать завтра. Фигня, вопрос. Тогда я должна вас предупредить, что моя мама непростая женщина с сильным характером. Многие ее не выдерживают. Ну ничего, я много чего могу выдержать. Я не сомневаюсь. А, кстати, за ужин же вы платите? Да-да, не волнуйтесь. Ну тогда яблочный штрудель можно? Название очень понравилось. Можно. Можно? У тебя... А, recht, не bid. Редā, я этоavant. Нас большие мне сделаны. А ты понимаешь? Н padding, кэто адресусти. Она на резерву revIII, которая как правило Евгенラ? У нас Plus она как правило Евгенラ? Антон на лицу, удивить! Что цена? У меня не проблем. Чтобы меня с ней сами по úнизоне. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Значит, делаем так. Заходим. Я представляю тебя как свою подругу, которая поступает в художественное училище. Ты попросишь мою мать дать тебе пару уроков. Да? Отлично. Даша, вы извините, пожалуйста, но ваша мама сказала, что никого не хочет видеть. Она просила не пускать даже родственников. Что-нибудь случилось? Да нет, она просто не в настроении. К вам, наверное, лучше уйти. Извините. А почему она злится? Ну, она хочет, чтобы мы ее отсюда забрали. А врачи пока не разрешают. Ей кажется, что весь мир против нее. Слушай, у меня идея. Ты должна стать ее соучастницей. Как это? Ну, ей разрешают гулять? Думаю, нет. Она все время под капельницей. Отлично. Мама. Даша, я говорила, что не хочу никого видеть. Мам, ты хочешь погулять? Сейчас капельницу придут ставить. Подождет твоя капельница полчаса. Пойдем скорее, пока дежурный медсестра в туалете. Я тебя жду. Давай скорее. Извините, а вы куда? Все в порядке, Игорь Савельевич разрешил. Мама, мама, не нужно налетить. Наргаемся на плеча. Давай на лестницу. Мамочка, тебе не холодно? Свежо, но даже приятно. Еще пять минут погуляем, хорошо? И я пойду. Потому что, если хватится меня, папе начнут звонить. Он разволнуется. Слушай, давай я поговорю с врачом, чтобы он отпускал тебя гулять. Ну, ты же хорошо себя чувствуешь. Давай. Поговорю с врачом. Девочка, смотри, рисует. Пойдем посмотрим. Неплохо. Да вот, дерево понравилось, решил набросать. Только линию надо вести по жизненным путям дерева. Можно? Вот так, снизу вверх. Как оно растет. Фу, здорово. Какая у вас рука твердая. Вы художница? Нет, я скульптор. А, а я вот тоже в училище хочу поступать, только у меня техники совсем нет. А какую художественную школу вы заканчивали? Никакую. Даже вы за студию не ходили? Не ходили. Ну, тогда, значит, вы талантливы от природы. Вам надо серьезно заниматься. Нельзя такой потенциал зарывать в землю. Ну, спасибо на добром слове. Меня, кстати, Майя зовут. Анна Петровна, очень приятно. А у меня в этой клинике дедушка лежит. Я его почти каждый день навещаю. Даша, познакомься, это Майя. Талантливая девочка. Привет. Извините. Да, Кристиан. Алло, Даша. Я не могу сейчас говорить. Даша, подожди, это срочно. Приезжай в студию. А что случилось? Приезжай, узнаешь. Только не говори никому, что я тебе звонила, а то меня уволят. Я не могу сейчас разговаривать, Кристин. Быстрее давай. Кристин! Халява, здорово. Ты помнишь, что за тобой должок? Да ладно, не бойся, я лишнего не попрошу. Мне машина нужна, только чистая. Ну, я потаксовать хочу, а там видно будет. Ладно. Пригоняй, жду. Спасибо. Ну, и что это было, а? Здравствуйте, дорогая. Привет. Здравствуйте. Спасибо. Всю клинику переполоши. А пусть не расслабляется. Игорь Савельевич сказал, что могла бы просто отпроситься, он бы с радостью тебя отпустил. А мне так неинтересно. Ты знаешь, я люблю приключения. Слушай, ну, а Дашки я вообще никак не ожидал. Да. Она меня поразила. Всегда такая правильная. Да. И вдруг устраивает побег. Порезвились, девочка. Весь персонал на ушах. Володь, я тут список написала. Привези завтра, пожалуйста. Или лучше водителя сегодня отправь. Бумага для акварели, карандаши, мелки, восковые. Общая тетрадь? Да, красная. У меня в мастерской на столе лежит. Там мои лекции по рисунку. А зачем они тебе здесь-то? Я сегодня познакомилась с чудной девочкой. Мы сейчас с Дашкой гуляли, смотрю, рисуют. А я сто лет не видела, чтобы кто-то на пленэре пейзаж писал. Ну, в общем, договорились, завтра придет, принесет свои работы показать. Мне кажется, в ней что-то есть. Мой любимый галстук. Я знаю. Ты у меня в умочке. В умочке. Привет, Тома. Даша, привет. Слава богу, мы думали, это правда. Что правда? Ну, что ты ушла. Совсем ушла, не в отпуск. И что Регина теперь всегда будет вести программу. Какую программу? Ну, твою программу, мое личное мнение. Мы вообще все в шоке. Но раз ты приехала, значит, все в порядке, да? Ну, я не знаю. Даш, извини. Только ты не говори, пожалуйста, что это я тебе позвонила. Ну, не знаю, скажи, что ты сама решила заехать там за костюмом. Я, главное, еще подумала. Почему она меня так легко отпустила? Вот. А главное, так подло, за спиной. Ну, знаешь, подлости в лицо редко кто делает. А Регина вовсю готовится к завтрашней программе. Ходится такая деловая, смотрит противно. Ты не знаешь Марии у себя? У себя? Слушай, точно. Зайди к ней. Я представляю, она упадет. Скажи, что за дела вообще такие? Да вообще дела. Так, потихонечку. Так, так. Потихонечку. Аккуратнее. Доберетесь домой. Неделю надо полежать. Ну, хотя бы два-три дня. Обязательно. О спорте на пару недель забыть. Какой, к черту, спорт? Так болит, не умереть бы. Ну, не каркайте. У нас очень хорошие врачи. Я не помню, чтобы кто-то возвращался с осложнениями. Но следить за собой надо. Я теперь одна. Ничего другого не остается делать. Вы такая молодая, эффектная. Долго без друга не останетесь. Только помните. Не менее трех недель. Полное воздержание. Полное. Ну, хоть в сторону мужчин смотреть-то можно? Это сколько влезет. Садитесь. Спасибо. Потихонечку. Вот смотри. Вот здесь должно быть больше гостей и экспертов, поддерживающих противоположную сторону. Мы должны сохранить драматургию на протяжении всего шоу. А драматургия – это что? Это конфликт. Точно. Слушайте, я как раз думала, что-то не хватает. Да, спасибо. Не бьем в одни ворота. Да. Мария Андреевна? Угу. К вам Даша Пантелеева. Пантелеева откуда? Ее позвать? Конечно. Может быть, я тогда выеду. Нет-нет-нет, оставайся. Сейчас все выясним. Без недомолвок. Мария, здравствуйте. Привет. Привет. А я вот решила пораньше вернуться. Чувствую себя прекрасно. Я рада тебя не только слышать, но и видеть. Мы пока тебя ждали, Даша, вот решили попробовать на твое место Регину. Думаю, ты не будешь против. Ждали? Или, может быть, специально меня в отпуск отправили? Ну, чтобы попробовать. За моей спиной. Самое сложное испытание на телевидении – это испытание популярностью и известностью. Начисто сносит крышу. Вот это сейчас с тобой происходит? Алло. Я сейчас не могу разговаривать. А что-что? Да, я поняла. Да, конечно. Даша, подожди. Даша, мне твои наработки нужны. Кристина, прости, пожалуйста. Мне очень нужно ехать в Истру. Да что, ты что, обалдела? Какая нафиг Истру? У нас программа под угрозой. Она же ее угробит. Мне правда очень нужна. Даша, я тебя никуда не пущу. Послушай, мне звонили из больницы. Там моя мать. Моя настоящая мать, которая меня родила. Она при смерти и хочет меня видеть. Возможно, в последний раз в жизни. Понимаешь? Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»